Это Геос К-11, тренажер, предназначенный для того, чтобы работать онлайн в частности. Он предназначен для того, чтобы обучать бурильщиков, обучать как процессу бурения, так и процессу наращивания, так и в том числе глушения скважин. Это единственный на сегодня отечественный симулятор для подготовки бурильщиков в России. Аналог английского еще в начале года в Институте дополнительного образования были британские и американские стандарты международного обучения, а теперь только свои. Сейчас мы в том числе и думаем о том, чтобы подать грант на фонд инновации, на разработку программы компьютерного зрения, которая будет как раз-таки при помощи искусственного интеллекта выполнять роль независимого наблюдателя. То есть тем самым убрав участие человека в приеме экзаменов и обеспечив максимальную прозрачность. Опытом в подготовке специалистов для нефтегазовой сферы они поделятся на промышленно-энергетическом форуме ТНФ. Институт входит в ассоциацию нефтегазового кластера. Его стенд сейчас собирают в центре выставочного павильона, площадь которого в этот раз почти 3000 квадратных метров. Отмечу, что его посещение абсолютно бесплатно для всех желающих. Но нужна предварительная регистрация на портале ОИЛНГС форум. Поэтому всем, кому интересно посетить наш форум, узнать о передовых разработках нефтегазовой отрасли, нефтегазового машиностроения, нефтесервиса, мы приглашаем присоединиться к работе форума. На следующей неделе здесь представят импортозамещающие разработки технологии десятки российских компаний. У нас нет такого, что, например, просто какая-то компания пришла и сказала, вот я хочу, возьмите меня. Нет, такого нет. Мы обязательно все технологии проверяем, проходят экспертизу. И только потом уже по согласованию с заинтересованными сторонами заказчиками мы их выставляем и представляем на форуме ТНФ. Среди участников и продукция компании «Нефтесервис» здесь разработали составы тампонажных смесей, которые используют на месторождениях. Сейчас у нас цели и задачи стоят выйти в полном объеме на производство тампонажных материалов и систем, которые будут полностью российского производства. То есть заместить тот рынок, который сейчас у нас есть на материалах импортного производства от таких компаний, как «Шлюмберже», «Бюкерхьюз», «Халибертон». Готовят продукцию на отечественном оборудовании, а эта линия вообще единственная. Мы ее сами сделали исключительно из российских компонентов. То есть тут даже установлен контроллер алтайских ребят, экс-автоматиком. В планах еще одна линия фасовки. Она поможет увеличить объемы поставок вдвое. Об этом тюменцы тоже расскажут коллегам на форуме и познакомятся с потенциальными заказчиками. Для нефтяников, газовиков, изобретателей и ученых это уникальная площадка, где будут ответы на вопросы из первых уст. Татьяна Воротилова, Леонид Ализаревич, Тюменская служба новостей.